Как сегодня до такого дошло, ты мне скажи. Это кошка-ведьмочки, по-моему. Ты мне сегодня прям идеально подходишь под образ. Здравствуйте, мои дорогие бьюти-котики! Меня зовут Юлия Сизых, я профессиональный визажист и бьюти-блогер. И в сегодняшнем видео мы с вами будем обозревать косметику, которую вы мне порекомендовали, либо вы попросили её протестировать, и я вам расскажу свои впечатления. В общем, сегодняшнее видео — это такой стол заказов о том, что вам интересно. А я, собственно говоря, это купила, чтобы вы зря, если что, деньги не тратили. И рассказываю впечатления со своей такой субъективной точки зрения, но и стараюсь быть объективной, как профессиональный визажист. Нас ждут, конечно, очень интересные продукты. Я их уже хорошенько попробовала и хочу с вами поделиться впечатлениями, так что давайте приступать. Первый у нас идёт на очереди вот такой сиси-крем от Аравия. Товарищ идёт даже в своей коробочке. Вот так выглядит упаковка. Оттенок 01 ванила. И в нём целых 50 мл. Производитель говорит, что эти оттенки идеально подходят для светлой кожи. Но, как вы видите, светлый этот цвет не очень-то прям суперсветлый. Что нам пишут? Защитный сиси-крем с тонирующим эффектом для всех типов кожи создаёт на коже дышащий барьер от бактерий, ультрафиолета и других негативных факторов окружающей среды. Натуральный оттенок крема идеально подходит для светлых тонов кожи. Благодаря лёгкой текстуре он подстраивается под естественный цвет лица, создавая здоровое сияние. И не комедогенно. Про Аравию так много говорят. Я думаю, вы тоже заметили, что это такая популярная косметика среди профессионалов, среди битвлогеров. В общем, очень про неё много сказано. И, ой, я, кстати, наверное, на одной стороне не буду наносить, чтобы вам показать разницу. В общем, мне Аравия понравилась за счёт одного средства. Я пока до сиси-крема пробовала только энзимную пудру. Вот такую, если что. И она действительно очень хорошая. Она так классно подсушивает кожу. Так её очищает здорово. Я использую два раза в неделю. Можно использовать один раз в неделю. Если вам интересно, я могу вам подробно рассказать про уход. Ну, в общем, это средство классное. А по поводу сиси-крема я вам сейчас, конечно, поделюсь впечатлениями. Я наношу его вот так руками. Потому что что по запаху, что по текстуре, по ощущениям, это всё-таки больше напоминает какой-то, знаете, увлажняющий крем. То есть такой лёгкий косметический запах, который напоминает больше увлажняющий обычный крем. И в нём есть как будто немножко тонирования. Но я, если честно, ожидала намного большего, что ли. Потому что, посмотрите, вот так выглядит до, вот так выглядит после. Практически ничего не меняется. Когда я думаю про сиси-крем, я вспоминаю крем от Lumine, который сейчас, конечно, вот такой очень дорогущий. Стоит 2500 рублей. Я помню, когда он был популярен, он стоил 300 рублей, потом стал 1000, а сейчас вообще 2500. Ну, в общем, он просто восхитительный для сухой кожи. Он так здорово увлажняет. У него достаточно мощное покрытие. Оно как бы не стопроцентное, но достаточно такое плотненькое. И при этом он легко ощущается на коже и создаёт такое сияющее покрытие, очень приятное. Или, например, сиси-крем от Luxe Visage, который я тоже очень люблю. Он тоже сияющий, он тоже достаточно лёгкий. Но у него, опять же, есть хотя бы среднее покрытие. То есть у Lumine, например, между средним и плотным, а у сиси между лёгким и средним, наверное. Вот так я бы сказала. Здесь же однозначно очень лёгкое покрытие. Можно по заявлению производителя дублировать слой, то есть нанести в два. Но, если честно, особенно эта ситуация как бы не меняет. Всё равно остаётся очень лёгкое, тонкое покрытие, которое со временем не становится каким-то более явным, как есть такое вот субсо у сыворотки L'Oreal, что оно как-то раз и выравнивает лицо. Здесь такого эффекта нет, поэтому я бы порекомендовала этот тональный крем, для кого покрытие не очень важно, но хочется вот кожу защитить. Потому что действительно использование какого-то такого крема на каждый день, оно помогает коже и защищает её от факторов окружающей среды негативных. Плюс SPF, конечно, тоже важная история. И чувствуется, что есть увлажнение. Как видите, есть такое прям сияние на коже, но краснота, вот я немножечко подзамазывала её перед видео, она абсолютно однозначно проступает и не маскируется. Хорошо в течение дня этот крем на лице себя ведёт, даже на жирной коже он никуда не скатывается, не пропадает. Лицо сильнее не жирнится. Думаю, для сухой кожи тоже будет хорошо, но имейте в виду. В общем, это средство такое суперлёгкий, более такой уходовый продукт, нежели декоративный. И в принципе, Аравия, собственно говоря, это всё-таки косметика такая именно уходовая, поэтому и ожидать от этого крема было неправильно какого-то декоративного эффекта. Нету, практически нету. Так что, если вам такое интересно, то попробуйте. Для меня этот продукт, я его, конечно, оставлю, возможно, когда-нибудь буду использовать. Если у меня вдруг станет очень красивая кожа, не нужно быть никакого покрытия, я буду использовать этот крем просто для того, чтобы вот кожа выглядела такой сияющей, здоровой, красивой и как бы чуть-чуть выровненной, но совсем-совсем немножко. Дальше у нас очень известный вот такой консилер от Catrice Liquid Camouflage. У меня он в оттеночке 01 Fair Ivory. Действительно очень-очень светлый, причём он не окисляется в какой-то более заметно тёмный. И у него есть такой слегка розоватый подтон, который, конечно, здорово подойдёт тем, у кого кожа более холодного розоватого подтона. Если вы более золотистая, то этот цвет, конечно, вам не очень подойдёт. Что я хочу сказать? Вообще, как бы вот этот консилер, насколько я знаю, раньше был известен за то, что это вроде такой аналог Tarte Shape Tape, очень пигментированный, очень плотный, даже немножко кожу подсушивающий, но потом производитель, как я поняла, изменил формулу. И сейчас этот консилер очень лёгкий, поэтому я его достаточно так щедро наношу на лицо, потому что им невозможно практически переборщить. Он такой лёгкий. Я сейчас постараюсь им достроить ровный тон лица, то, что не сделал нам тональный крем. Кстати, CC-крем я не наносила от Аравия с помощью кисти, потому что если вы наносите этот тональный крем кистью, то кисть просто это всё впитывает, или спонж это всё впитывает, поэтому лучше его просто наносить руками, как обычный-обычный крем, как вот нанесли бы увлажняющий. Иначе у вас просто мокрая кисть, и особо ничего не отдаётся на лицо, и как-то всё это очень странно, поэтому просто ручками намного проще его нанести. Ну и возвращаясь к консилеру, он очень такой приятный по запаху, очень нежный какой-то запах, такая же у него очень нежная текстурка. Он достаточно красивый, но он совершенно точно не плотный и не сушащий. Я бы сказала, что он больше подходит для тех, у кого кожа склонна больше к сухости, либо нормальная, потому что на жирной коже он, ну, как бы держится, но не так, наверное, мощно, как хотелось бы, он не цепляется за кожу. И у него покрытие среднее, между даже, я бы сказала, лёгким и средним, потому что, да, он перекрывает, но вот, знаете, настолько, насколько, например, покраснение нужно перекрыть явное, он всё-таки не работает. У него есть сияющий финиш, тоже, мне кажется, заметно, что он такой очень подсвечивающий, очень сияющий, очень живой. И я абсолютно точно уверена, что кому-то из вас он подойдёт. Но таким вот жирнокожиком, как я, и кому нужно перекрывать какие-то яркие покраснения, всё-таки он слабоват. Так что он будет для меня консилером для хороших дней. Он правда приятный, у него и цена достаточно приятная. Аравия, кстати, стоит, со скидкой я её покупала чуть ли не за 500 рублей. Консилер, наверное, стоил рублей 300, но я вам, как обычно, оставлю все ссылочки в описании, так что вы можете там посмотреть. Я прям сажусь и сейчас туда всё вношу, всё подписываю. Вместе с оформлением всяких обложек и вот этого всего. Я обязательно для вас там ссылочки оставляю. Если вы ими пользуетесь, то, возможно, вы поможете каналу. Не всегда аффилированные ссылки, но покупая по некоторым из них, вы можете немножечко помочь каналу. При этом для вас это ничего не будет стоить. Мне вот как будто совсем чуть-чуть, чуть-чуть не хватает перекрытия, поэтому я сейчас добавлю ещё какого-нибудь консилера. И пойдём с вами дальше. Но хочу отметить, что консилер всё-таки мне понравился, красивый. Он не подсушивает кожу ни под глазами, ни на лице. Он не подчёркивает шелушение, что здорово и приятно. Он скорее увлажняющий, чем сушащий. И при этом он не особо сильно скатывается под глазами, даже несмотря на свою такую лёгкую, какую-то мягкую увлажняющую текстуру. Обычно такие консилеры могут скатываться. Это всё-таки держится более или менее хорошо, особенно если его закрепить пудрой. А я сейчас добавлю капельку вот Tarte Shape Tape для того, чтобы полностью уже перекрыть всё, что осталось. Потому что этот товарищ, конечно, может замазать практически всё. Дальше у нас ещё одна штучка, которую вы меня просили проверить. И это вот такие румяна от Divash. Называются они Cheek Touch Multi Chicken Lips and Eye Matte Tint. Вот. Оттенок у меня 01. Выглядит он вот так. Очень красивый такой, неоднозначный розовый. Такой как будто чуть-чуть бежеватый, сероватый, что-то такое супер натуральное. Про него, конечно, много и блогеров, мне кажется, говорило. Я встречала о нём отзывы. И вы, видимо, про него тоже слышали, поэтому писали. Поэтому мне тоже было очень интересно его проверить. И я могу вам сказать, что мне этот тинт понравился. Я бы не сказала, что он матовый. Вот это слово матовый, оно может вас отпугнуть. Потому что кажется, что что-то матовое, это такое что-то очень тягучее, сложно растушевывается. Потом выглядит немножечко сухим на лице. Но нет. Это очень натуральный финиш. Он всё равно на основе какого-то масла. Поэтому, видите, очень быстро растушевался из такой штучки. Замечательную просто дымку. Это легко сделать. И мне понравилось, что он даже и в течение дня довольно хорошо держится. Это не какая-то суперустойчивая формула, но она достаточная для жизни однозначно. И, как видите, оттенок просто очень приятный, натуральный. Если вам хочется какой-то нежный такой румянец, то там замечательные оттенки. Там есть и более тёплые, какие-то даже коричневатый какой-то цвет. Вот этот первый мне понравился. У меня была возможность посмотреть на них в офлайн-магазине. Я выбрала для себя такой цвет, потому что, как видите, он прям суперосвежающий. И при этом кажется, что это действительно как будто бы ваш натуральный, естественный румянец. И текстура такая, которая вот прям кажется, что не лежит сверху, как будто румянец проступает изнутри. Поэтому в целом, в общем, мне прям понравился этот тинт. Я его, правда, не использую совершенно на губах. Давайте, наверное, для интереса попробуем, что получится у нас, если использовать и на губах. Ну, забавно, но мне кажется, что светловато и для этого было лучше. Но на глазах и на секах прям очень мне нравится. Я его вам реально советую, потому что он, опять же, недорогой и качественный, симпатичный, классно выглядит. Если вы любите такие текстурки, легкие, натуральные, в стиле бьюти-съёмок, то я думаю, что вам очень понравится. Похоже на губах он у меня выглядел таким светлым, потому что на пальцах у меня был консилер. Давайте я попробую ещё раз нанести, чтобы у вас было действительно представление, как это выглядит при всех способах применения. Всё равно, мне кажется, немножко светловат он для губ, но если его дополнить таким среднекоричневым бежевым карандашом, то, в принципе, может быть даже очень симпатично. Дальше штука, которую я так долго ждала. Это Shadow Play от Rouge Bunny Rouge, жидкий их корректор с куловой. Natural Defining and Contouring Liquid, в общем, натурально подчеркнёт и отконтурирует эта жидкость. Здесь очень прикольная внутри подушечка, и вы её специально открываете, и она у вас просто так вообще не вытечет. Это придумано очень-очень классно и здорово. Кстати, оттенок здесь 1, 0,70 Dusk. Ждала я его долго, потому что летом его не было в продаже, обещали к осени, и он, конечно, появился. Я купила его на официальном сайте за 200, а потом он появился на золотом яблоке за 1000, по-моему, уже 400, поэтому, если что, покупайте на золотом яблоке, я ссылку оставлю. Но я не жалею, что я его купила за 2000, потому что он мне всё равно очень понравился, и я просто боялась, что его раскупят. Его реально раскупили, потом снова добавили. Я его добавляю вот так наверх скулы, потому что, если честно, на моей коже он не выглядит как контур. Видите, он достаточно тёплый коричневый, поэтому я его добавляю где-то между скуловой косточкой и скуловой впадинкой, для того, чтобы это был у меня такой своего рода жидкий бронзер. Но вообще оттенок прикольный. Для тёплых девочек это будет, конечно же, больше контур. Для таких более нейтральных или даже прохладных это всё-таки жидкий бронзер. Так вот, долго ждала. Он уже пропадал из продажи на золотом яблоке, снова появлялся. А с ДЭК мне его с официального сайта всё везли и везли. И знаете, что я открыла? Открыла я для себя, что Ружбани Руж отправляют с наименованием компании Диваш. Поэтому Ружбани Руж, это оказывается, видимо, та же самая компания, которая делает Диваш. И я по аналогии сразу заинтересовалась Диваш. Думаю, нам надо побольше попробовать. Интересно, что эти же ребята такой классный бренд Ружбани Руж придумали. Беру ту же кисточку, которой я наносила и тональный крем, и румяна. Я вот буквально всё могу наносить. Всё между собой классно замешивается, все продукты на лице. И вот так растушевываю. Растушевывается, как видите, очень легко, быстро, без каких-либо проплешин. И продукт реально очень приятный. Он какой-то интересный, такой прохладно-жидкий как будто. Немножечко здесь добавляю вверх. Такой, знаете, лифтинг эффект. Можно его, конечно, и на нос добавить, и на подбородок, если вам нужно проскульптурировать нижнюю часть лица. В общем, мне продукт действительно понравился. И 1400, я думаю, что он стоит, потому что это всё-таки и упаковка, и бренд, и атмосфера, и хорошее, хорошее, действительно нормальное качество. Производится этот скульптор, насколько я поняла, в Италии. Из Италии он всё-таки нам в Россию доехал и продаётся без проблем. Можно ещё вот здесь, я, наверное, добавлю всё-таки, чтобы чуть-чуть подскрыть. Я оттягиваю вниз на шею, немножко подскрываю таким образом второй подбородок, делаю свой первый подбородок более чётким. Причём эти все продукты, что румяна, что скульптора, тружба не рушь, они получше выглядят на других тональных кремах. Не на сиси-креме, а на каком-нибудь другом, потому что сиси всё-таки очень слабоватый, и на нём как бы больше видно каких-то вот проглядывают такие проблемки. Но это мои, то есть это не проблема текстуры этих средств, это просто неровный тон под этими продуктами. Так что, если что, не думайте наружба не рушь или деваж, они классно тушуются. Просто вот этот товарищ, он суперлёгкий. Давайте в продолжении лифтинг-коррекции сделаем с вами ещё вот такую историю. Я вам уже как-то показывала, что мы можем подрезать немножечко челюсть вот таким вот образом от ушка, даже прям вот к губам, к уголкам губ. Ещё можем подрезать с внешнего уголка глаза к виску. И вот этим консилером от Catrice, он достаточно лёгкий, и это прикольно делать, потому что лицо при этом не будет перегружаться. Я вот так всё растушевываю, и становится как бы ещё немножечко как будто спла повыше. Поскольку все средства очень тонкие, нет ощущения перегруза, и это не будет выглядеть как маска на лице, наоборот, такой очень освежающий эффект. Жёстких, конечно, границ тоже не оставляю, чтобы это не было как будто бы таким очень намеренным. Но вот всё равно лицо будет по итогу выглядеть более приподнятым и оформленным. Все кисти я использую, как обычно, из набора, которые там по ссылке в описании, вы можете про него посмотреть. Его можно, если что, по-прежнему заказать. А дальше у нас штука, которую вы меня столько раз просили купить. Мне кажется, это сегодня самый-самый востребованный продукт из всех. Это пудра от Top Face, которая называется Bake It Choice. И, судя по запросам, нам, видимо, очень нужен отдельный монообзор на Top Face. Если это действительно так, пишите в комментариях. Я закуплюсь, и мы посмотрим с вами турецкую косметику. Пудра выглядит вот так. У неё есть такая интересная штучка, которая её защищает. Очень красивая упаковка, очень такая качественная, несмотря на цену, достаточно демократичная, в 500 рублей. Оттенок у меня 001 Natural. И вот так она выглядит. Она действительно очень светлая. Даже по свочу видно, что она прям такая беленькая и при этом сияющая. Не верьте, пожалуйста, свочам на Золотом яблоке. Там почему-то вот этот оттенок кажется как будто бы он темнее. То есть 001 как будто темнее 002. Мне кажется, что вот всё-таки 001 самый светлый. И на Wildberries, где я по итогу купила, потому что не было в наличии на Зоя, там нормальные свочи. И я не пожалела, что я взяла 001 цвет. Он для беляна как раз идеальный. И я беру вот такую большую пушистую кисточку, набираю и наношу на лицо. Хочу вам показать с одной стороны, наверное, нанесу. Здесь достаточно таким, ну, не плотным слоем, но таким нормальным слоем, щедрым. И хочу, чтобы вы сами увидели разницу, которая у нас будет между одной стороной лица и другой. Ещё разочек прохожусь по лбу. И вот смотрите, здесь у нас пудра есть, здесь у нас пудры нет. И вот на мой взгляд, в этой пудре есть и оттенок такой достаточно лёгкий, который всё-таки дополнительно как будто перекрывает. И при этом текстура настолько мягкая и нежная, что она никак не сушит кожу, она ничего не подчёркивает, никакие морщинки, никакие шелушения. Всё выглядит очень красиво. И при этом макияж действительно закрепляется. То есть эта пудра идеально подходит для тех, кто хочет зафиксировать макияж, чтобы он дольше держался. Но при этом, чтобы у вас лицо не выглядело матовым. Чтобы оно осталось таким же сияющим, например, как ваш тональный крем. Чтобы было очень красивое такое свечение. И получается не то, чтобы прям сияющий какой-то финиш, что у вас лицо светится как лампочка. Но получается очень какой-то натуральный эффект. Вот как будто это ваша кожа чуть более такая напитанная. Вот видите, даже выровняла вот здесь какие-то проблемки, которые не закрыл тональный крем. Есть какой-то в ней такой лёгкий эффект блюра, фотошопа. В общем, пудра мне очень понравилась. Вот если сравнивать, это когда мне нравится, я всё сразу начинаю все слова забывать, всё в кучу сваливается. В общем, сильно мне нравится эта пудра. Она даже оказалась круче, чем пудра из прошлого видео или позапрошлого, которую я пробовала от Натальи Шик, который стоит 2500, а эта стоит в 5 раз меньше. Так вот этот эффект от этой пудры мне показался намного круче. Там тоже вроде запечённая пудра, но у неё как-то меньше сияния, и она не так красиво выравнивает лицо. Она намного легче, чем вот эта пудра. Это немножко потяжелее, но ей это идёт в плюс и в зачёт. Я, если честно, не знаю, как бы, а зачем платить больше, если можно платить меньше. Пока что у меня, короче, ощущение, что мне прям сильно эта пудра понравилась. Спасибо, что вы мне сто раз про неё написали, попробовала и кайфую, и я думаю, что буду её, в принципе, с удовольствием дальше использовать. К ней рука прям тянется. Ещё она каким-то удивительным образом не сдирает покрытие с прыщичков, она наоборот их как будто бы ещё разочек прикрывает. Ей невозможно переборщить, то есть вы её наносите, 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 и у вас не будет слоёного пирога на лице. Всё равно будет классно натурально всё выглядеть, как будто это ваша кожа без какого-либо перегруза. И что приятно, конечно, что она не делает никакой папирусной бумаги на лице вместо кожи, да, вот такое вот жульканное ощущение кожи. Ничего она не подсушивает, вообще просто восхитительно. Под глаза, в принципе, тоже нормально подходит. Так что для любительниц такой живой, сияющей кожи я вам очень советую. Дальше переходим к ещё одной очень интересной позиции. Но давайте на секундочку отметим, какой красивый макияж лица получился, и мне кажется, по-многому благодаря этой пудре. В общем, эту палетку вы мне порекомендовали, она называется Mini Pro от Beauty Creations Volume 4. У неё есть рукавчик при цене в 440 рублей. Вот она сейчас стоит, я покупала, наверное, рублей за 500, она подешевела. Здесь есть защитная плёнка, есть зеркало, и вот такие здесь цвета. Зеркало прекрасного качества, всё в нём замечательно видно. Палетка сама лёгкая, она из картоночки. У неё несколько есть цветовых решений, 4, и я, видимо, взяла как раз четвёртый вариант. Я не знаю, чего я постоянно покупаю эти розовые тени, надо уже какие-то другие. Но мне показалось, что там есть вот такие какие-то коричневые варианты. И в тот момент мне они почему-то были не особенно интересны. Но имейте в виду, что есть вот такая холодная и яркая палетка, а есть такие более натуральные, коричневатая какая-то такая гамма. И, скорее всего, они по качеству будут похожи. Я хочу сказать вам сразу, что качество у этой палетки, оно реально классное. У меня есть как бы некоторые вопросы по оттенкам. То есть я не очень понимаю, зачем нам здесь вот этот оранжевый, да, зачем нам вот этот вот матовый белый, такие какие-то цвета. Оранжевые не особо подходят в тему, а вот белые не особо популярные. Ну, может быть, когда-нибудь вам пригодится. Все остальные классные металлики и классные маты. Давайте посмотрим на них в жизни. Мне вот я еще не пробовала, как выглядит вот этот рыжий на глазах. Он нам сейчас красиво, классно подойдет под фон этого видео. Смотрите, какая пигментация, да. Это просто вот я переношу и два глаза могу нарисовать с одного касания к палетке. При этом, в принципе, они неплохо тушуются, эти тени. Достаточно легко их увести в дымку, при том, что у них достаточно мощная пигментация. Вот всего в них, знаете, достаточно. Достаточно. Они даже без базы выглядят яркими. И, опять же, без базы они не скатываются. Во всяком случае, на моих веках. При всем желании я не смогу в этом макияже использовать все цвета, потому что, как видите, их очень много, и они достаточно разные. Но в то же время есть какие-то оттенки, которые сильно похожи. Да, вот эти вот розовые какие-то цвета. Как бы особенно, наверное, меня смущают вот эти два цвета. Я их даже на свочах смотрела, и они сильно похожи. Но в целом нормальные. И здесь можно, знаете, так интересно, конечно, комбинировать эти оттенки. Есть вот этот, например, холодный, который как бы тоже неожиданный, так же, как и рыжий. В общем, не совсем, конечно, понятна задумка, но цвета классные. Может быть, вы просто будете использовать какие-то отдельные цвета. Вот такой сейчас цвет возьму. И добавлять их как-то, ну вот, идейно с другими, может быть, какими-то палетками смешивать. В общем, в плане идеи цветосочетания этой палетки у меня, конечно, вопросы. Она за вас не придумывает, какой вам макияж делать. Но посмотрите просто на эту пигментацию. Вот если вы любите поярче, помощнее, если вам нравятся какие-то мощные такие яркие, сочные макияжи, если вы хотите сделать макияж такой более инстаграммный или более профессиональный, и не боитесь крутой пигментации, то вам, конечно, может эта палетка очень понравится. Меня в ней поражает именно соотношение цены и качества. То есть, настолько пигментированные яркие тени за такую стоимость, это все-таки редкость. Если вы будете вот так через руку переносить эти тени, то они уже будут послабее переноситься на глаз, и вам будет полегче немножечко тушевать. Но все равно пигментация, конечно, мощь. И я вам напоминаю, что надо брать дополнительную пустую кисть и проходиться по границам, чтобы все это растушевать в дымку без всяких проблем и вопросов. Я еще немного добавлю цвета. Я всегда советую начинать с меньшего и переходить к большему. То есть, добавляем пигмент, растушевываем, снова добавляем для того, чтобы было ощущение, что вы не перебрали, потому что легче добавить, чем убрать. И давайте попробуем для интереса сочетать вот этот яркий розовый вот с таким вот холодным голубым. Должно быть достаточно симпатичным. Вот так он выглядит на веке. Как видите, прям вот очень яркие тени. Это буквально с одного раза такой цвет, и не жуют века, что приятно всегда и всегда хорошо. Так что, если вы чувствуете в себе какой-то креатив, вам нужны прям яркие тени, которыми можно разыграться, можно сделать какой-то классный макияж, то посмотрите, пожалуйста, на эти палетки. Они, в отличие от масс-маркета, например, какого-нибудь Catrice или Evelyn, они помощнее. И даже если сравнивать их с палеткой Alien, вот этой фиолетовой, которую я уже обозревала, даже по сравнению с этой палеткой, это как будто поярче. И в ней даже чисто математически здесь больше цветов, потому что их 12, а там 9. Но и разнообразнее получается. Хоть это и не пришей кобыль и хвост немножечко, но все равно всегда приятно иметь разные-разные всякие цвета в палетке. Вот такой у нас прям самобытный макияж получается. И все, причем, цвета, они очень похожи по качеству, все хорошие. Я вам для интереса вот так покажу три цвета из палетки. И посмотрите, насколько они все мощные, пигментированные. Но вот, если честно, на свотче как-то это не выглядит очень мощно и пигментированно. Но на глазах, вы сами видите, они вот такие все. Я с ними где-то неделю упражнялась, разные всякие макияжи делала, и каждый раз у меня получалось что-то новое. Я, кстати, реально поэтому не очень люблю свотча, потому что все равно на свотчах как-то это все непонятно. Как же на самом-то деле будет на глазах? На глазах все бывает намного иначе. Я беру вот такой карандашик черный от Lamelle и хочу сегодня сделать прям очень яркий макияж. И сейчас закрою им слизистые и сверху, и снизу. Сразу, пока карандаш не зафиксировался, он все-таки фиксируется и достаточно такой устойчивый, я сразу растушую немножечко ресничный край маленькой кисточкой. И опять вот таким вот оттенком красно-фиолетовым закреплю снизу все. Закрываю немножечко черный карандаш и растушевываю нижнюю границу. Лучше опять же чистой кисточкой все растушевать, чтобы не спустить, знаете, эту тушевку прям до носа. Чтобы все осталось в пределах разумного, чистой кисточкой можно растушевать. И еще чуть-чуть поярче делаю прямо вдоль самих ресниц. И еще я продлеваю нижнее веко к виску. Вот так ставлю небольшую засечку карандашиком. А потом просто беру опять эту маленькую кисточку и вытягиваю вот так к виску, чтобы точно получить нужное направление красивое. Карандаш очень круто тянется этот ламелевский. И при этом он достаточно стойкий, то есть ему можно даже стрелки рисовать. Заполняю глаз сверху. Даже во внутреннем уголке тоже заполняю. И здесь соединяю стрелку и веко. И маленькой кисточкой все спокойно выравниваю и чуть-чуть растушевываю. Еще я немного этот же карандаш оттягиваю вот так во внутреннем уголке. И у меня получается клювик. Сегодня у нас будет немножечко арабская ночь. И если вы хотите стрелы, стрелы сумасшедшие, то вот реально с этим карандашом это сделать легко, потому что его можно растягивать по всему лицу. Сейчас я повторю все то же самое с другой стороны. Магия монтажа. И сейчас еще хочется приклеить ресницы. Но перед этим, как это сделать, я бы хотела вам подвести, в общем, итог по этой палетке. И я надеюсь по всем палеткам из этой серии, что реально они пигментированные, классные, за свои деньги просто супер. Немножечко странный подбор цветов, с которыми я не совсем согласна, потому что с одной стороны есть повторяющиеся, как будто бы, особенно вот эти два, или, например, вот такие оттенки и в металлике, и в матовом, вроде как все такое немножечко однообразное. С другой стороны, какие-то вот не к месту немножко оттенки, типа персика или там холодного вот этого цвета, хотя вот красиво он сочетается все-таки с этой историей. Наверное, вот белый немножко странноватый и персиковый. Так бы было вообще супер однообразно, а так немножечко непонятно. Но если вам вдруг какие-то оттенки из тех палеток понравятся, вот именно по качеству, классно, и я могу вам тоже их порекомендовать. Спасибо, что и мне про эту палетку рассказали, было интересно ее попробовать. Тушь сегодня будем пробовать Maybelline Snapscara. Ну, как пробовать? Я ее, конечно, уже протестировала, но вам сейчас покажу вот такая у нее необычная щеточка, немножко загнутая, пушистая, такой ершик, немножечко такой жестковатый, но, в принципе, удобный для того, чтобы красить им ресницы. Здесь какая история. Мне эту тушь порекомендовали со словами, что вот это самая лучшая на свете тушь. Мне эта тушь великолепнее, чем эта. И я могу в каком-то смысле понять, почему она кому-то может нравиться. Она очень делает разделенные реснички, их не перегружают. И, конечно, с ней самый кайф то, что она смывается теплой водой. Легко, ненавязчиво, просто теплой водой вы умываетесь, и эта тушь смывается. У меня есть такое подозрение, что ее уже сняли с производства, либо к нам не завозят. Я ее на маркетплейсах нашла. Опять, когда буду готовить это видео, посмотрю, где продается. Если вы вдруг любите термотуши, это вот вариант рабочий. Действительно, она классно смывается. Но это такая очень натуральная тушь. Как видите, эффект такой разделенных ресничек. Мне сейчас она в тему, потому что под накладные ресницы нужно, чтобы ресницы свои оставались тоненькими. Чтобы они с накладными смешались, чтобы они хорошо. И она еще хорошо, если вы любите натуральный эффект для повседневного макияжа. Чтобы были такие разделенные, пушистые реснички. Никаких комочков, ничего там не слепляется. Держится она хорошо в течение дня. Ну и, конечно, самый кайф ее легко смывать. Вот такая она нежненькая достаточно. Давайте еще нижние ресницы прокрасим. Нижние тоже хорошо. Тоже очень легко так и супер натураль. Так что, если подводить итог по этой туши. Симпатичный у нее, кстати, такой дизайн. Натуральные разделенные реснички. Хорошо держатся и легко смываются. Если звучит как что-то, что вам нравится, то можете ее попробовать найти. Она была, по-моему, вообще тоже недорогая. В принципе, мне понравилась. Скорее всего, буду носить на повседневную жизнь. Либо под накладные ресницы с удовольствием. Спасибо! Реснички буду клеить от Романова Makeup. Это форма, которая называется S1. Вот так они выглядят. И вот так они выглядят на глазах. Ко мне что-то опять возвращается страсть к накладным ресницам. Но пока она была в затишье, клей для ресниц успел засохнуть. Поэтому пришлось повозиться. Но вообще ресницы от Романовой я очень люблю. И вот эта форма мне прям сильно нравится. Самые крутые были у Кайли. Я не нашла пока похожих. Но буду теперь еще изучать и накладные ресницы, я думаю, в ближайшее время. Пока план такой. Осталась у нас с вами еще одна штука. И это штука для губ. Помада от Influence Beauty. Матовая. Оттенок 20. The End of Eternity. Конец бесконечности. Мне, в общем, понравилась эта помада. Вы, конечно, много спрашивали, кстати, про Blurant Influence. Много советовали. Решила начать с этого. И я, когда эту помаду увидела на своче в Золотом яблоке, я подумала, что это именно то, что мне нужно. Она такая сливовая, темная, при этом тепловатая. И не очень странно это говорить, но не очень черная. Но в жизни она казалась как раз таки черной. Смотрите, пожалуйста, как выглядит эта помада на губах. Она настолько темнее, как мне кажется. Во всяком случае, в жизни она прям намного темнее, чем на фотографии Золотого яблока. И я вас призываю все-таки там относиться очень осторожно к свочам. Сейчас накрашу целиком и покажу вам. Вот смотрите, это прям очень темная, буквально таки готичная помада. Если вы такое любите, то имейте в виду, я, конечно, такого вообще не ожидала. И если вам вдруг попадаются такие помады, которые для вас слишком темные или слишком яркие, то у меня есть предложение, как их все-таки более или менее встроить в более легкий, что ли, вариант. Мы берем ватную палочку и распределяем их по губам более тонким слоем, либо кончиками пальцев распределяем. Растушевываем край, чтобы он тоже выглядел помягче, понежнее. Но смотрю, что на камере с этой помадой трюк не проходит, потому что, к сожалению, у нее неоднородная текстура. Поэтому если ее растушевывать, то она выглядит вот так. Обычно это все-таки неплохо смотрится, но в этом случае все-таки нет, потому что сильно дырявенько. Особенно под искусственным светом, который ее пробивает, она выглядит неравномерной. Поэтому использовать ее сейчас в видео придется все-таки по полной программе. На полную катушку и делать такой вот готический лук. Ну что я хочу сказать. Вредноватый цвет. Пришлось достаточно долго его наслаивать, потому что вот такие темные помады, они могут быть капризными. В данном случае она супер капризная. Это максимум, который я смогла из нее выжать. Максимум, так скажем, симпатичности. И вот не был у нас ни разу на канале нео-готики. Сегодня день нео-готики. Он, кстати, по следам идущей сейчас недели моды в каких-то брендах даже проскользнул. Что хочу сказать по поводу этой помады. Она, в принципе, неплохая, комфортная на губах, но в темных оттенках. Я вас точно сразу предупреждаю. Капризная. Дырявая и темнее, чем на свотчах. Заметно темнее. И про коричневый цвет тоже говорили, что он темнее, чем на свотчах. Было бы здорово, если вы решитесь купить эту помаду, все-таки зайти в магазин и там все пощупать. Вот, кстати, про другую помаду, которая коричневая, мне сказали в моем телеграм-чатике Бьюти Котиков. И я вас, как всегда, хочу пригласить на свой канал. К нему подключен там чат, и мы постоянно там общаемся. Даже если я на канале ничего не публикую, я все время общаюсь с вами там в режиме реального времени. Я это просто обожаю. Поэтому, если вы еще не с нами, то можете подписаться, если вам интересно. Ссылка будет, как всегда, в инфобоксе под этим видео. Я в телеграме показываю закулисье, делюсь какими-то своими мыслями, новостями Бьюти Мира, какими-то открытиями. И с удовольствием с вами общаюсь и отвечаю на вопросы. Там же можно прислать фотки, поэтому, если вам нужна бесплатная какая-то консультация профессионального визажиста, я не знаю, мне так по кайфу с вами общаться, что я всегда отвечаю и максимально стараюсь вам помочь. Ну и как-то хочется завершить все-таки этот необычный образ. Я, знаете, думаю, что на фоне таких ярких губ и глаз уже не хватает нам темноты корректора. Поэтому я, наверное, сейчас пробегусь еще раз с корректором, который для меня больше бронзер, но тем не менее он немножечко лицо может затемнить. Добавлю еще румяшек. Реально вот бывает такое, что ты делаешь, делаешь макияж, и в конце еще приходится немножечко всего добавлять, и это совершенно нормально. В работе с клиентами я могу вернуться на уровень консилера обратно и снова им пройтись, все подсветить. И добавить снова румян, потому что может в конце не хватать. Консилер тоже немного верну в центр лица, потому что все по сравнению с такими яркими глазами, губами должно становиться тоже контрастнее. Хотела я сегодня еще попробовать кремовый хайлайтер от Эля, но он не успел прийти. Так что он будет у нас в общем обзоре Элиан скоро. Я сейчас рискну еще добавить веснушек. Это мой любимый прием, вы его знаете, наверное, уже по видео. Искурсила сам себе визажист. Если вы вдруг не смотрели, то вот такое видео, там куча всяких интересных техник. И веснушки по-прежнему с нами. Вот таким образом я их рисую, как бы чуть-чуть нажимаю на носик и переношу на лицо. Чтобы сделать просто этот макияж такой более озорной, нежели тяжелый. И конечно, если вы делаете веснушки на лице, то обязательно нужно сделать их на шее тоже. Если шею видно, то она не должна сильно отличаться в веснушках, так и в веснушках. Приходится еще и брови подстраивать, потому что чем темнее рот, тем ярче должны быть и брови, потому что это такой треугольник внимания. Можно, кстати, делать акцент на губы и на брови, без акцента на глаза. И давайте уж, раз такая пошла гулянка, уже вечеринка у нас, давайте еще фейковый пирсинг добавим. И вообще просто сегодня сеанс преображения. Я думаю, что вы меня еще такой на канале не видели. Давайте делать всякие смешные и интересные макияжи. Ну, просто, мне кажется, для разнообразия от того, что мы делаем с вами всякие дневные и понятные. Если вам интересно, то и на пирсинге я вам оставлю ссылку. Я их очень люблю. Настоящего я не стала делать, а вот периодически вот так надеть сережку для образа и, в принципе, для какого-то ощущения преображения мне прям нравится. Гуляй, шальная императрица. Чего у нас с вами сегодня вышло вообще? А все начиналось. Я совершенно, правда, не предполагала, что у нас так получится, но косметика иногда диктует, собственно говоря, свои условия и свой макияж. Так что вот такие сегодня у нас были с вами средства. Я надеюсь, этот обзор был для вас полезен и интересен. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам получившийся образ. Захотелось ли что-то приобрести из средств? Если вам что-нибудь приглянулось, напоминаю про ссылочки. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайк этому видео. Сейчас для обложки я поменяю все-таки какой-нибудь еще, возьму другой пирсинг, потому что это какой-то раскривушка. И пишите мне, пожалуйста, комментарии. Я жду вас в комментах пообщаться. Целую. До встречи в следующем видео. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok